Девушки отдыхают В 1937 году она пошла по стопам отца и быстро сделала успешную карьеру в кино. Она получила Оскара как лучшая австриса в 1970 году за роль в тяжелой, но захватывающей драме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», а позднее за роли в фильме «Клюд» в 1972 и «Возвращение домой» в 1979. В тот же период Джейн приобрела широкую известность за свои политические взгляды и активность. В 1970 году вместе с Фредом Гарднером и партнером по фильму «Клюд» Дональдом Сазерлендом она организовала антивоенную труппу, усмеивавшую политический выявили Боба Хоупа. Она вызвала настоящую бурю протеста, когда сфотографировалась во Вьетнаме, сидя на зенитке, которая использовалась в бою с американской авиацией. Джейн неутомимо занималась благотворительной деятельностью, но при этом она являлась настоящим клубком противоречий. В начале карьеры она считалась мировым секс-символом, однако при этом поддерживала отчаянных феминистов. В 80-е и 90-е годы она много времени посвятила пропаганде аэробике, однако запомнилась в основном своей политической и антивоенной деятельностью. Она боролась против войны в Ираке и таких явлений, как женское обрезание. Ее карьера в кино в 80-е шла хорошо, она снималась в таких серьезных фильмах, как «На золотом пруду», «Китайский синдром» и «Девять к пяти». Я очень довольна тем, как складывается жизнь. В общем, ничего удивительного. Я разговариваю с молодыми людьми, я работаю с молодежью в Джорджии, где я живу, и они любят этот фильм. Они посмотрели его вслед за своими родителями, и многие из них полюбили этот фильм. Так что мне очень приятно, что они так отреагировали. Но в личной жизни Джейм везло меньше. Она пережила три развода с французским режиссером Роже Вадимом, с политиком Томом Хейденом и с телемагнатом Тедом Торнером. Однако с Роже Вадимом они остались друзьями, и она присутствовала на его похоронах в 2000 году. В начале 90-х Джейм заявила, что устала сниматься, однако через 14 лет она изменила свое мнение и сыграла пару ролей в фильмах. Она защищала свою неудачливую партнершу по фильму «Крутая Джорджия» Линдси Лохан. Занимайтесь своими делами, потому что у звезд всегда что-то случается, и вы тут ни при чем. А кроме того, это вам не игрушки, это жизнь, и если вы ее разрушите, то ничем уже не сможете помочь. Она написала сценарий, в котором отразила свои непростые взаимоотношения с матерью. Я чувствовала то же, что чувствовала в те времена. Меня захлестнули эмоции, когда я готовила сценарий на Золотом пруду. Понимаете? Это словно исцеление и прощение, словно что-то сломалось. Но мы никак не можем понять, что именно. Джейн вновь показала свой необычайный талант в роли сварливой звезды в фильме «Моя свекровь. Монстр». Это все Тед Тернер. Я провела с ним 10 чудесный свет, и он лучше всех. Такой яркий, выдающийся человек. Его нельзя не любить. Я у него многому научилась. Смотрела, как он ведет себя, и училась. Он не монстр, конечно, но он научил меня скандалить. В 2001 году она стала ревностной христианкой, еще раз удивив всех. Однако мир привык, что от такой яркой женщины, как Джейн Фонда, можно ждать чего угодно. Режиссер Джон Стэнтон, продюсер Эндрю Томпсон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова